Программу представляет Ауди-центр Челябинск на Чичирино-52 Ауди-центр Челябинск, улица Чичирино-52 Это спецвыпуск программы Beauty Time. Всем здравствуйте! Сегодня наш гость, стилист Александр Рогов. Александр, приветствую вас на Челябинской земле. Какие у вас впечатления о нашем городе? Впервые ли вы у нас? Впервые в Челябинске. Надеюсь, не последний раз. Я на самом деле знаю, что тут какой-то ажиотаж по поводу моего приезда. Это очень приятно. Мы особенно ничего не видели. Понятно, что город большой. Я так понял, что он очень растянут в пространстве, потому что на первое впечатление кажется, что это какой-то маленький такой городочек. А на самом деле у вас тут полтора миллиона жителей метро строят. Поэтому мне кажется, что город такой неоднозначный. Наверняка, да? И своя жизнь у вас здесь особенная есть. И вообще все хорошо. Я вошел в гостиницу, меня приветствовали вот таким поклоном. По стойке смирно все ставили. Но это все забавно. И когда люди интересны, это чувствуется сразу. И мне безумно приятно здесь находиться. И когда таких людей чувствуешь в городе, понимаешь, что они же наверняка здесь не одни. Такие, как они, здесь тоже есть. Наверняка это целая община классных, интересных людей. Вы тоже мне очень нравитесь. Спасибо, очень приятно. Так что вы пока за свой город стоите горой, все отлично. А как у вас отношения с журналистами складываются? Есть ли какой-то там любимый дурацкий вопрос? Конечно. Я ненавижу, когда мне задают вопрос про тренды сезона. Но при этом все равно на этот вопрос отвечаю, потому что вопрос, в принципе, имеет место быть. Хотя очень часто я говорю, зачем вам, в принципе, про тренды знать. Лучше знать про то, что лично вам идет. А это иногда вообще не в моде и не в трендах. У меня, на самом деле, через пару часов мастер-класс будет, и я вот на нем все подробно расскажу. Есть такие две концепции имиджмейкерства. Одна из них – это оправдывать ожидания. Вот некомфортно, ничего, но если это соответствует поставленной цели, значит надо. И вторая – это я вот так себя вижу, я так себя выражаю и так далее. Есть ли какой-то баланс? Вот в чем он состоит? И можно в каких ситуациях, в какую сторону двигаться? Я, конечно, всегда стараюсь искать баланс. И баланс найти нужно. И в этом часть моей работы и заключается. И стилист при этом является психологом очень серьезным для того, чтобы угодить своей жертве, хотел сказать, для того, чтобы угодить своей клиентке или своему клиенту. То есть ты должен понять, что это за человек, на что он готов. Готов ли он, как ты, иногда испытывать дискомфорт, при этом чувствовать себя красиво. Потому что некоторые говорят, нет, я каблук не надену, я на каблуках не хожу и принципиально делать этого не буду. И ты тоже должен будешь понять клиента и сказать, хорошо, делаем образы без каблуков. А кто-то есть, как я, говорит, не важно. Не важно, что неудобно и что в юбке не сядешь, и что нужно сделать вот так. И что вот мне нужно будет руки держать обязательно на талии, потому что здесь не должно появляться ничего лишнего. То есть люди разные. Я за вторых, которые понимают, что иногда бывает красиво и при этом неудобно. Мне тоже иногда неудобно в коротких штанишках, потому что ноги мерзнут, но при этом это моя фишка, я буду это делать. Или мне неудобно, не знаю, три раза на дню переодеться, потому что с утра одно событие, днем съемка, а вечером третье. Поэтому баланс искать нужно, и у каждого этот баланс свой. У кого-то он в комфорте, у кого-то в удобстве, у кого-то в некой фриковатости образов, у кого-то еще в чем-то чудаковатом. Если классика вспомнит, что все счастливые семьи, они одинаково счастливы, а каждый несчастлив по-своему. Если эту формулу переложить на, может быть, героев ваших проектов, есть ли что-то общее, что их объединяет, там, не знаю, заниженная самооценка? Или это каждая история индивидуальная? Ну, во-первых, конечно, мы стараемся выбирать именно индивидуальные истории. И мы никогда не будем выбирать только тех, кто пришел и плакал на кастинге. И вот лила она, там сидела три ручья слез, это для нас будет основополагающим при выборе. Нет, у нас все девочки разные, для нас не важно, будет она плакать в программе или не будет, для нас важно, что она хочет измениться. И она готова на эти перемены, и как раз-таки все, что объединяет наши героини, в отличие от героинь других шоу, это не горе и несчастье, а это желание увидеть себя и раскрыть свой потенциал, и посмотреть, какими они еще могут быть. А уж при этом несчастная, она довольная, или странная, или глупенькая, это уже не важно. Как говорит наш выпускающий редактор, каждый человек, который к нам приходит, это девушки, это вселенная. И вот моя задача, как ведущего и стилиста, эту вселенную раскрыть и показать ей, какой она может быть. Вот и все. Вот помимо того проекта, по которому мы, большинство телезрителей, вас знают, что еще есть? Есть ли там работа с частным клиентом, есть ли работа? Я человек, который не любит сидеть на месте. Одна из линий моей работы, это социальная, это как раз-таки то, что примерно произойдет сегодня в Челябинске. Это большой массовый мастер-класс для людей, для того, чтобы рассказать им, что, как, зачем и почему, и ответить, может быть, на какие-то их вопросы. А другая часть работы, это частные клиенты. Но я сразу признаюсь, я практически не работаю с частными клиентами, потому что работа в кадре по преображению, работа за кадром, это две разные вещи. И в большинстве случаев клиенты, которые являются твоими частными закадровыми, это определенные уровни люди, обеспеченные, которые тоже уже на себя определенным образом смотрят. У них есть свои какие-то там нюансы. И у меня не всегда есть много времени, чтобы бороться с их тараканами. То, что если внутри программы я знаю, что это нужно делать компактно за сутки, чик-пых-тых, все сделали, побежали дальше, то здесь это глубокое проникновение в человека. У меня нет на это иногда времени. Поэтому этих людей несколько, я их веду и не бросаю, естественно. Плюс всегда определенной гранью является финансовая сторона. У меня специально несколько завышен ценник на работу с частными клиентами. Если люди готовы на это пойти, тогда я буду уже рассматривать работу с ними. Если нет, то это сразу такой моментик, чтобы отметать людей. Конечно же, я работаю с публичными личностями за кадром, только я не обслуживаю их постоянно. Это не обслуживание на красную дорожку и на любой выход в свет. Я люблю большие проекты, когда к тебе приходят музыканты и заказывают, например, большую съемку на год. Когда вы делаете несколько дней большую фэшн-съемку с ним, и в итоге в течение года эти картинки используются в разных целях. Например, в прошлом феврале мы делали большую съемку с елкой, певица такая, я думаю, вы знаете. И вот сейчас в течение года все афиши, все публикации, которые у елки делаются через запрос ее музыкального агента, они используют только эти картинки. Это классно. Мы можем на год распределить имиджевые изменения певицы. Сейчас мы работаем с одной молодой исполнительницей, зовут Марта Кот, еще никто о ней не знает. Очень смешная девочка. Мне очень нравится, что ее продюсер нам очень доверяет. И такой специфический проект, чуть-чуть фриковатый, дурацкий немножко. И здорово, что мы нашли общий язык и тоже сделали большую съемку для всех синглов, которые в течение года будут выходить. То есть я люблю большие проекты, когда мне не звонят каждые три минуты, говорят, ой, завтра у нас красная дорожка, нам нужно три платья, послезавтра у нас там выход туда-то. Я этого не делаю, у меня на это нет времени. Большие проекты, да. Я готовлю книгу сейчас свою, мы ведем переговоры с, ну, вернее, даже не ведем переговоры, мы на стадии подписания договора с издательским домом АСТ. Я думаю, вы знаете, такое очень большое издательство. Что еще я делаю? Я, конечно, не хочу останавливаться, но успеть за 24 часа. Я придумываю какие-то новые форматы, я хочу запустить свое ток-шоу большое, чтобы так же, как вы, тоже задавать вопросы интересным людям, а не только работать с девочками по преображениям. В общем, планов много. И я очень часто мечтаю, чтобы в сутках было не 24 часа, а хотя бы 30 или 32, тогда бы я успел все. Программу представляет Ауди-центр «Челябинск» на Чичирино-52. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ауди-центр Челябинск, улица Чечерина, 52 Сейчас стилистов выпускают сотнями, может даже тысячами, много курсов, миллионами, да, и курсы разного уровня. Что нужно делать дальше? Как пример. Я даже не считаю, что нужно идти учиться. И вот эти окончания курсов или получения неких дипломов от каких-то специалистов, это и не начало вовсе. Это, возможно, попытка понять, надо мне это делать или не надо. И для этого курсы хороши. У меня были такие курсы. Вот моя помощница, которая со мной сегодня в Челябинск приехала, девочка, которая выпустилась из моих курсов, и я ее взял к себе на работу. У Гоши Карцева есть прекрасная школа, Гош Скул, есть Оля Словас, ее селфмейт и много-много-много еще всевозможных курсов. Я бы их рекомендовал использовать только как возможность попробовать себя в этой профессии и понять, вы хотите этим заниматься или нет. То есть не ради корочки, что вам в конце дадут вот этот сертификат. Вы не станете стилистом только потому, что вам корочку дали, правда? Стилист – это прикладная профессия. Это работа, которая строится только на личном опыте, только на личном взгляде, только на возможности самовыражаться, когда вы научились это делать. Поэтому ни в коем случае не надо думать о том, что если вы сходите в школу стилистов, вы сразу станете стилистом. Вы, может быть, не станете стилистом или станете плохим стилистом, потому что вы туда сходите, потому что вам могут поменять ваши настройки. Да, я нигде не учился, я самоучка, но при этом вот тот путь, про который вы говорите, собственное шоу и для кого-то это вершина, пока не вершина, но все-таки очень высокая точка для меня, занял у меня 15 лет, понимаете, да? То есть я 15 лет, полномерно иду к цели, которые сейчас достигнуты, и сейчас я ставлю себе цели новые. А есть Европа и Америка, где этот бизнес развивается дольше, и, соответственно, там, чтобы стать стилистом, ты не можешь просто приехать в Москву, что-то там начать делать, потом совершить случайных несколько встреч, и потом стать главным редактором модного журнала. У нас таких историй миллион в Москве, там такого быть не может. Ты не можешь стать стилистом или признанным работником глянца, если ты не прошел определенные ступени. Там в 40 лет, дай бог, ты можешь считаться полноценным стилистом, где тебе дадут реально сделать съемку. 40 лет, вы понимаете? Да, но тоже самое из дизайнера, наверное. И для них это важно, потому что, чтобы быть стилистом, которому есть что сказать, ты должен быть человеком, которому есть что сказать. Потому что у нас к стайлингу относятся, как, ой, я привезу зеленое платье, надену бежевые лодочки, а сверху кину пальто на плечи. Да, это тоже стайлинг, но это стайлинг без глубины. Те люди, про которых я говорю, Карин Ройтфельд, Анна Уинтер и все другие, Грейс Кодингтон, их множество этих имен, это все взрослые, состоявшиеся личности, которые модой рассказывают определенную историю. Они за каждой картинкой в своем журнале видят глобальную историю, которую они действительно пытаются транслировать. Зато как классно в нашей стране. Это тоже здорово, это специфика нашего бизнеса, что если ты талантлив, если ты везунчик, тебе реально может повезти, и ты в 23 года станешь редактором модного журнала или функционирующим стилистом. А еще я люблю, знаете, вот этих московских начинающих стилистов, которые воют, о, я творческий, я никому не нужен, что же мне делать? Блин, творчество вообще очень сложно, и на творчестве сложно зарабатывать, и для того, чтобы начать это дело, это должно пройти много-много-много-много стадий отбора, отсева, веры в тебя, и тогда все получится. Какими нужно сейчас обладать качествами для того, чтобы быть актуальным, что ли, хотя я тоже не очень люблю это слово? Мне кажется, что самое вневременное качество – это быть собой. Вот если вы никому не врете, не обманывайте, делайте то, как вы чувствуете, не пытайтесь кому-то угодить. Понятно, что работа стилиста – это все-таки и в какой-то степени попытка угодить, да, но это можно правильно понимать, это слово. Если вы являетесь собой, если вы делаете то, что вы чувствуете, как вы хотите, все получится. Вы и актуальны будете, вас в определенный момент поймут. Вот, помните, есть куча художников, которых признали только после смерти. Я сейчас не на драму хочу перейти, но так или иначе, не всех творческих личностей признают сразу. Если вы хотите, чтобы вас признали, делайте то, что вы считаете нужным. Пройдет год, два, три, вы утвердите свои мысли, вы поймете, что вы делаете все правильно, и тогда все получится. Надо быть просто честно на собой. А что сегодня для человека модного может быть источником информации? Какие книги, фильмы, журналы, что нужно читать для того, чтобы быть актуальным? Ну, во-первых, конечно же, образование в моде никто не отменял. Естественно, знать основы, знать периоды, знать так называемые главные модные веки, 30-е, 40-е, 20-е, 50-е, чем они отличаются от 60-х. Это важно. Естественно, этим заняться нужно, и, возможно, вот на такие курсы я бы рекомендовал пойти. Приобретите модные книги. Это может быть книга Саша Васильева про моду 20-го века, потрясающие издания. Не бойтесь просто смотреть даже те же самые модные журналы. Не просто пролистывать страничка 15, 26, смотрите то, что вы видите, анализируйте. Потому что анализ приведет к тому, что вы начнете понимать, как сделано это и как сделано то. Это очень важно. Модные блоги, независимые мнения, обязательно модные журналы. Я, конечно, за парижский ВОК. Для меня это библия мода и стиля. Особенно при Карин Ройтфельд, когда все это было. Сейчас Эммануэль Альт. Правда, мне тоже очень нравится. Смотрите, анализируйте, ищите то, что вам нравится. Смотрите кино. Причем есть определенные еще и модные фильмы, которые тоже нужно посмотреть. Есть документальные, например, как «Сетябрьский номер» с Анной Винтур, про то, как делаются американские ВОК. Такой же фильм есть про Карин Ройтфельд. Столько всего сейчас. Я вот была на мастер-классе Гоши Карцева и запомнила несколько вещей. Вообще просто как, что нельзя носить резинку на руке, пластиковый крабик в волосах. Мне так понравилось, очень четко, емко, по-мужски, в отличие от каких-то рассусоливаний, когда вот это так, а вот это не так. Просто он говорит, никогда не появляйтесь в макияже, не носите пластиковый крабик в волосах. Я хочу теперь на мастер-класс Гоши Карцева. Гоша, возьми меня на мастер-класс. Я тоже очень часто говорю о супер примитивных вещах, как о том, что белая футболка – это вообще начало-начало вашего образа. И белая футболка – это не только вещь, в которую можно пойти в магазин за хлебом, но еще и вещь, в которую можно надеть с нарядной юбкой, потрясающей каким-то нарядным ожерельем. Эта вещь нейтрализует эти вечерние туалеты. Про резинку я, конечно, тоже теперь буду, видимо, всем рассказывать на руке. Но если кому-то хочется носить резинку на руке, и это является его персональным стилем, я, в отличие от Гоши, человеку не буду запрещать это делать. Если есть кто-то, кто принципиально не носит макияж, я не буду никогда тем человеком, который будет заставлять эту девушку накраситься. Вот и все. Я все равно за индивидуальность. Я все равно за то, что каждая девушка, которая сегодня придет в зал, по-своему наденет эту белую футболку. И, возможно, кто-то будет носить эту резинку на руке как дурак, а у кого-то эта резинка на руке станет просто отличительной фишкой. И вообще вот эта вот резиночка на руках тоненькая будет просто фишкой, по которой этого человека узнают. Вот и все. Поэтому я не столь критичен, категоричен, как Гоша, но с ним в чем-то соглашусь. А вот аудитория, она как-то делится на более такую продвинутую? Кто уже слышал про белую футболку, и кто еще про белую футболку не слышал? Я надеюсь, что сегодня будет микс. Это очень важно, чтобы часть зала знала, про что я говорю, часть зала вообще первый раз все это видела, а часть зала, может быть, была бы немножко такой свысока. Но моя задача, как человека все-таки еще и из шоу-бизнеса, всех увлечь, развлечь. И для тех, кто уже об этом знает, по-новому об этом рассказать. Для тех, кто это слышит впервые, сделать этот материал доступным, чтобы они его услышали и правильно поняли. И вообще всех развлечь. Поэтому мой мастер-класс я обычно называю информационно-развлекательным. Я шучу, веселюсь, научно-популярным. Можно задавать сразу вопросы из зала. То есть это у меня не аудитория, где все должны стоять по стойке смирно или сидеть молча. То есть у меня такой супер интерактив. Я пытаюсь зал как-то задействовать. Иногда на сцену забираю кого-то из аудитории. И работаю с людьми персонально. Еще потом со всеми сфотографируюсь, как обычно. Ну, в общем, я здесь надолго. А вот есть у женщины, ну, может быть, в своей массе, в большинстве своем, они считают, что вот их сложно переубедить. Почему-то каждая из нас в душе считает, что вот она родилась с хорошим вкусом, и она знает, как надо. Есть такое, такой вот у женской аудитории? Конечно, есть. Сложно себе признать умение вкусом научить. Ну, мой основной месседж в большинстве случаев про то, что не надо упираться рогом во что-то и отказывать себе в возможности примерить несвойственный вам цвет или наряд. А если мы говорим о работе стилиста вот с той самой упертой женщиной, то в этом и моя задача донести до нее. И когда я соглашаюсь на работу с клиентом, я всегда говорю, я врач. Вы же не идете к зубному и не говорите, как вам надо там сделать, просверлить и поставить пломбу. Вы не идете к хирургу, зная, как нужно провести операцию. Так же и я. Я специалист, который, конечно, будет учитывать все пожелания и какие-то там тараканы в голове клиента. Но при этом я пришел сюда, и я хочу сделать свою работу качественно и дать возможность своему клиенту посмотреть на себя со стороны. Поэтому это тонкий психологический момент, переубеждение, НЛП, влияние какого-то, примеров и так далее. Ну, в этом, собственно, и заключается еще один интерес этой работы. Он увлекает безумно. Спасибо большое. Это Александр Рогов. Он настоящий. Вот так. Благодарим агентство «Специальные события» за незабываемую встречу. Отель «Рэдисон Блю» Челябинск за гостеприимство. Автосалон «Ауди-центр» за вдохновение. Программу представляет «Ауди-центр Челябинск» на Чичирино-52. Продолжение следует... Ауди-центр Челябинск. Улица Чечерина, 52.